Мероприятие у нас ежегодное. Семинар главных врачей клубов КХЛ. В прошлом году проходил в Москве, и в предыдущие годы тоже. Было одно исключение в выездное время. С этого года решили проводить в разных регионах России, которые представлены в кандидатальной хоккейной лиге своими клубами. Начали с Череповца, потому что Северстали заявил огромное желание быть пионером в этой области. Мы приветствовали это решение. Соответственно, в следующем году мы надеемся провести в Ярославле. В принципе, на самом деле, спортивная медицина в России в последнее время особенно развивается семимильными шагами. И уже является одной из самых сильных, на самом деле, в мире, что очень радует. Да, и меня в том числе радует, что в регионах начинает очень сильно развиваться. Северстали – один из таких клубов с серьезными специалистами в штате. Могу отметить Владивосток, Казань, Ярославль, безусловно. Ну, много, на самом деле, подтягивается. И сейчас еще женская хоккейная лига тоже начинает подтягиваться к стандартам КХЛ, что тоже не может не радовать. На эту конференцию мы пригласили достаточно большое количество спикеров. У всех здесь актуальные доклады, что касаемо именно спортивной медицины. И так как здесь представлены врачи в основном клубов, то есть это клубы КХЛ, ВХЛ, МХЛ, специально делали определенный доклад для клубов женской хоккейной лиги, так как у нас и девочки играют в хоккей. Поэтому все спики, которые здесь, они актуальны для всех врачей. Мы даже эту конференцию как раз таки планировали сделать больше, скажем так, не как теоретическую, а именно как практическую. То есть те темы, которые здесь представлены, чтобы врачи их могли внедрять, могли ими пользоваться непосредственно своей практики в спортивной команде. Было много интересных вещей, интересных мероприятий. Все хочу выразить, скажем так, признательность и благодарность организаторам. Все организовано на высшем уровне. Интересные доклады были, конечно же, по реабилитации, что мне интересно, по повреждениям и выборам оперативного лечения травмоклечевого сустава. Конечно, интересно было, довольно приятно. Хотелось бы еще раз посетить это музей металлургии на металлургическом заводе. Вы получили ответ на все ваши вопросы? Ответ на все вопросы получить невозможно. Остаются белые пятна, остаются темы для размышления и, скажем так, для обсуждения с коллегами. Поэтому это такой процесс бесконечный. Первое место в семинарии, то, что мы реально собрались и реально все поговорили. Это очень важно. Потому что спортивная медицина, в России спортивная медицина не имеет такого образования, как, ну скажем, офтальмология или лор-болезни, где могут научить студента. Спортивные врачи учатся друг у друга. Когда они собираются, меняются, обмениваются мнениями. И реально это самое главное обучение, которое сейчас есть. Что сейчас будет, формируется в стране, это завтрашний день. Но сегодня мы учимся друг у друга. Организация прекрасная. Даже не ожидала, что в городе Череповце может быть такого хорошего, даже, можно сказать, международного уровня организация. Что мне еще хотелось бы, чтобы больше уделялось внимание, поскольку присутствуют спортивные врачи, которые работают на передовом крае со спортсменами. Вот именно вот этой первичной помощи и потом алгоритму действий, как нужно врачу действовать при той или иной травме или какой-то ситуации, требующей медицинской помощи, специализированной, вплоть до больничных листов. Врачи федерации должны как-то определиться, быть, во-первых, заодно друг с другом, поддерживать друг друга и составлять фронт, когда вместе это всегда сила, и лоббировать, лоббировать, лоббировать общие правила, общие законы, соблюдать правила и требовать этого соблюдения от других.